Шалом, мне приятно быть с вами снова и подойти к завершающей лекцией нашей серии «Всем сердцем вашим». То, о чём мы с вами рассуждали. Хочу сказать, что сам процесс формулирования этих идей, высказывание их вам, принёс и мне свои награды, так что хочу вас поблагодарить за то, что позволили обращаться к вам. И я на самом деле хочу воодушевить вас применять в жизни то, о чём мы говорили. Наиболее подходящим для вас способом – это объективные библейские истины, о которых мы говорили, но по-настоящему они оживают только тогда, когда вы берёте эти слова, эти цитаты и преломляете через свой жизненный опыт. Делайте это живым, соответствующим вашей реальности. Прошу вас, делайте это. Продолжайте читать. Я могу обратиться к целому списку литературы. Я занимаюсь сам изучением этого вопроса с целью написать свою книгу «Жизнь и всем сердцем». Меня весьма вдохновляло изучение того, что люди другие пишут, что говорят об этом о сердце, о качествах, присущих сердцу, о том, как мы можем освещать наше сердце. Это то, что суета жизни хочет похитить у нас, но мы не хотим это терять. В этом уроке я хочу задать вопрос, как же нам теперь жить? Какими должно быть в святой жизни и благочестии нам? Это тот вопрос, который в конце своего второго послания задаёт апостол Пётр. И это глубокий вопрос, вопрос, который мы должны постоянно себе задавать. Может быть, вы ощутите желание применять в жизни, то есть разобраться, как жить, каково применение всего этого. И я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о трёх различных путях, как нам применять это учение о жизни всем сердцем. Первый путь – прославлять его. В Псалмах, Псалом 9, 1, сказано «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Далее снова в Псалме 85, 12 стихе «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно». Восхваление Бога от всего сердца – это верный, кратчайший путь к соединению с Богом, единству с Ним, переживанию Его присутствия и преображение в сердце Бога. Вы можете проверить это на своём личном опыте, но для меня, когда я погружаюсь в глубину поклонения с Богом, каким-то образом я ощущаю, что стою более открытым, более доступным для Бога, и Он начинает делиться своими впечатлениями со мной. Я думаю, когда мы большую часть времени, как мы уже говорили, ограждаем себя от всего и не пытаемся распробовать, понять, как на те или иные вещи смотрит Бог, то в этом открытом, уязвимом, если угодно, месте поклонения, на самом деле, если моя аудитория сегодня достаточно взрослая для того, чтобы уловить это сравнение. Конечно, и Бог Сам проводит эти параллели в таких местах, как «Песнь Песней» или «Послание Эфесиным». Любовь в браке – достаточно сильная и подходящая метафора. Например, в пророках, когда Бог говорит в книге Исаия, «Ибо твой Творец есть супруг твой», он обращается к Израилю. В реальности брачных отношений познается ментальная, сексуальная близость, близость Завета, которая требует открытости. Мы должны быть открыты друг к другу. Тут нет места ничему сокрытому. И это реальность поклонения Богу, реальность близости с Богом. Это духовное отражение, настоящее проявление такой же открытой, незатаенной позиции, образ, который мы видим в Брачном Завете. Когда мы молимся, когда мы поем, когда мы поклоняемся Богу, это ведет нас к единению сердец, которое дает нам возможность жить для Него и с Ним, всем сердцем нашим. Когда священник Израиля приносил жертвы, что он делал? Он не отделял себя, наоборот, они должны были быть достаточно близки к животному, чтобы возложить на Него свои руки, на голову жертвы для отождествления и передачи грехов на это животное. Конечно же, это сильное прелюдия введения в то, как свершилась жертва Ешуа. Когда Он уподобился нам, стал одним из нас. Но то, что это иллюстрирует, концепция становления единым целым с Богом через поклонение. Священник проводил жертвоприношение как поклонение. Когда я предстаю пред Богом в хвале и поклонении, я приношу жертву. Мы говорим о принесении жертвы хвалы. И посредством этого я становлюсь единым с вечным. И это восстанавливает меня, возвращает к изначальному Божьему образу, которым я должен был быть. Мое естество вновь возрождается для своей высшей цели – полноте и свободе. Это замечательное применение того, что мы называем «жить от всего сердца». И говорит нам о том, как следует жить. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, говорит Господь в книге Еремьи 29 главе. Второй способ применения в жизни этого послания всем сердцем – это искать его. После убийства моего близкого друга, о котором я говорил на одном из первых занятий, я был опустошен. карточный домик моего бытия, весь мой мирок, включавший в себя дальневосточный мистицизм, сплав индуизма, буддизма, насколько я мог изучать их и проводить время во всех этих медитациях, с тем, чтобы найти единение с природой. И тогда я вообще поклонялся природе, представляя себя индейцем, и в этом была некая доля романтики и фантазии, но вся эта конструкция попросту рухнула. Когда я похоронил этого человека, моего близкого друга, я не знал Бога, кто он, но я, как бы, стреляя наугад, отправил сообщение Вселенной. Кто ты? Ты вообще существуешь? В чем смысл жизни? Где мой друг? Он вообще жив там? Может, на какой-то другой планете или в другом измерении? У меня не было ответов на эти вопросы, и я никогда даже не слышал. Я не уверен, что на тот момент даже знал, что есть такой пророк Иеремия и те его строки, но это было именно то, что я испытывал. Я жаждал по Богу, Богу, которого я даже не знал. Я искал его всем сердцем моим. Давайте обратим внимание на эту фразу «всем сердцем своим». Я знаю, что могу с уверенностью гарантировать любому человеку, если вы взыщите Бога всем сердцем вашим, если вы на самом деле этого захотите, если вы достаточно открыты для того, чтобы Бог явил Себя вам, потому что это особенность Бога. Это то, что Он как раз-таки делает. Он открывает Себя. Это именно та причина, по какой мы имеем эти 66 книг, библиотеку, которая вся повествует о Боге. Он хочет открыть Себя нам и множеством различных способов. День ото дня Он делает это. Так что я взыскал Бога всем сердцем моим, и Он ответил мне. Всего лишь через неделю после этой трагедии, после того, как на моих глазах тело моего лучшего друга было опущено в могилу и покрыто землей, когда я не имел ни малейшего представления о том, какова была его судьба, Бог ответил мне, послав молодых людей, верующих в Ишо. Знаете, в те времена, в конце 60-х, начале 70-х, много молодежи и субкультур приходило к вере в Ишо, и они загорались и преисполнялись Божьей любовью. И вот, одни из таких ребят взобрались на наше высокогорное убежище, где мы занимались фермерством и жили настолько просто, насколько могли. И они начали рассказывать об Ишо. Конечно, они Его знали, как Иисуса у них. Не было возможности узнать Его с еврейской точки зрения. И по мере того, как они говорили, Бог удостоил меня видением. Мне стоит в этом моменте уточнить, я не был в тот момент пьян или под действием наркотиков, я был абсолютно трезв. Мы обедали в нашем бунгало с этими ребятами, и я увидел Господа. Я увидел Ишо. Я увидел Его в агонии, в муках распятия. И Он взглянул в мою душу, в мое сердце своим взглядом. Он ничего не говорил, потому что находился в смертельных муках. Он обратился напрямую в мое сердце из сердца Божьего. Его любовь, Его милость, Его понимание моих потребностей, моего упрямства, бунтарства и гордости. Он видел все это, но все еще любил меня. Он увидел все это и снова посмотрел на меня, чтобы я открыл свое сердце для Него. И я открыл свое сердце не в силах противиться. Но это было результатом искания Его. Хочу вам сказать, друзья, нет разницы, знаете вы уже Бога или не знаете вообще, верите вы в Ишо или еще не верите в Ишо, знаете ли вы все Писание или вообще никогда Его не читали, если вы взыщете Бога всем сердцем вашим, вы найдете Его, потому что Он хочет быть найденным, потому что Его цель это место взаимодействия, место контакта, место, где происходит соединение, и оно в вашем сердце. В чем смысл жизни? Как я могу жить, не понимая смысл всего происходящего, как я могу понять Бога, Который вечен, а я ограничен временем? Бог есть Дух, а я всего лишь человек, земное существо. Мое восприятие ограничено, время моей жизни ограничено. Я чувствую себя вполне неплохо, как для конца шестого десятка. В следующем году я отпраздную свое 70-е день рождения, но ведь эти годы пролетают так быстро, не правда ли? Я хочу прожить жизнь, стоящую вечности, жизнь, полную осознание ценности вечности. В начале занятий мы обращались к цитате из Экклезиаста «Вечность вложил в их сердца». Я верю, что одно из объяснений этого места в том, что Бог вложил в нас желание того, чтобы наша жизнь, длящаяся всего несколько десятилетий, обрела значение и ценность для вечности. Насколько красивая и вызывающая идея «Что вообще может моя жизнь значить для целой вечности?» Я верю, что секрет этого кроется в жизни от всего сердца, и это то, для чего Он нас создал. Чтобы наши сердца были преклонены пред Ним, преклонены пред абсолютным благом, сфокусированы на природе Божьего сердца, чтобы мы понимали Его сердце и могли отражать Его в наших собственных жизнях. В Псалме 118 мы читаем «Блаженные, хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его». Жить благословенной жизнью – это больше, нежели хорошо отобедать или прикупить новых вещей. На самом деле это значит «Моя жизнь богата». Моя жизнь преисполнена, и преисполнена так, что переливается через края, чтобы раздавать другим. Ведь это природа Божья. В Божьем сердце желание отдавать, благословлять, дарить и благословлять через Меня. Так что я не боюсь и не беспокоюсь о том, откуда придет все это обеспечение. Во втором Параллепоменон 30 главе мы читаем о жизни с искренним сердцем. Бог приказывает одному царю, и следующий стих говорит, что Он исполняет приказанное со всем сердцем. Вот что любит Бог. Он ищет нас, чтобы высвободить то, что внутри нас, чтобы мы это не сдерживали. А мы сдерживаем это из-за смущений, комплексов неполноценности, ран, или мы просто не хотим отдавать что-либо, опасаясь, что оно больше к нам не вернется. Так много преград, так много барьеров для жизни от всего сердца, открытой жизни. Но это именно то, что сделал Ешо. Я вас спрошу, сохранил ли Он что? Приберег ли? Нет. Он ничего не приберег. Он раздал все. Он высвободил все, расточил. Боялся ли он, что не получит ничего взамен? Это напоминает мне то, что написано о Аврааме, когда Авраам привел для принесения в жертву своего сына Исаака. Он делал это с верой, что получит сына, воскрешенного из мертвых, так сказано в послании к евреям. И это должно найти некое отражение в том, как Бог Отец приносит в жертву своего сына Ешо, потому что я верю, что жертву приношения Авраама было предвестием. Там присутствовал элемент ожидания. «Да, я не могу отдавать ничего, не получая. Давайте и дастся вам блажение давать, нежели получать». Почему? Потому что я не могу высвободить, не могу отдать свое сердце без того, чтобы получить его назад, причем во сто крат. Это то, что Ешо говорит Петру, когда тот заявил ему, что «Ну, ты знаешь, нам все это дело дорого обошлось, мы с тобой бродили по Галилее, оставили наши семьи, больше не рыбачим, прибыли вообще нет». А Ешо отвечает «Смотри, всякий, кто оставил отца или мать, или земли, или вообще все оставил, получит благословение и в всем веке, и в грядущем, во сто крат». Нечто о даянии сердца. Поймите, я говорю не о романтических отношениях земных, а говорю о том, чтобы открыть сердце для Бога, чтобы Он касался через наше сердце других людей. И так вы всегда получите много больше, чем отдали. Эта абсолютная отдача ведет нас к третьему пути воплощения нашего учения в жизнь. Первое было прославлять Его, второе – искать Его, и третий путь я бы назвал открытость. Быть открытым для Него, открытым с Ним. Псалом 138, псалмопевец говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Когда Он пишет, «Узнай сердце мое», что Он имеет в виду? Он говорит, «Изучи, исследуй». На самом деле, тут на иврите используется слово, которое мы как раз употребляем для обозначения исследований. «Испытай меня, проведи расследование». Он говорит, «Ну давай, посмотри на меня, я покажу тебе все, и хорошее, и плохое, и отвратительное, потому что ты ведь все равно видишь все. Но исследуй меня именно от того, что я сам открою тебе сердце, а затем ты можешь повести меня твоим вечным путем». Мы говорили уже кратко о реальности обрезанного сердца, концепции размягчения нашего сердца. Этот образ используется в большом количестве разных мест Писания, где Бог увещевает израильтян в книге Второзакония, увещевает их через Еремию. Почему этот образ в то же время и смущающий, и тот, который не выставляется на показ, нечто очень личное? Мужчина, теряющий свою крайнюю плоть в возрасте восьми дней, это потому, что Бог говорит, «Я хочу строить с тобой дело, я хочу, чтобы твое дело, твое сердце было уязвимым, открытым для меня, я хочу иметь постоянный доступ, не хочу, чтобы ты закрывал его, пытался защитить его, не хочу, чтобы ты строил стену вокруг него, не хочу, чтобы ты делал вид, будто меня не слышишь, становился непроницаемым, чтобы сердце твое не стало каменным, ледяным, сокрытым, я хочу, чтобы твое сердце было открытым и доступным для меня, потому, что через твое сердце придет жизнь». Интересно, что Бог избрал мужской репродуктивный орган как ту часть тела, которую Он пожелал сделать незащищенной. «Это меня просто потрясает, ведь сердце – это в некотором роде наш духовный репродуктивный орган». Вы меня слышите, возлюбленные, Бог хочет открытое сердце так же, как Он хочет, чтобы мужской репродуктивный орган оставался незащищенным, для того, чтобы семя жизни, воспроизводство имело место быть. Люди рождаются в результате единства двух человеческих особей, раскрывшихся друг к другу. И люди рождаются свыше так же в результате единства открытых сердец, Божьего сердца. Вы не можете быть рождены свыше, доколе не откроется сердце ваше. И так же вас нельзя использовать тогда для помощи другим людям в рождении от Духа. Если ваше сердце жесткое и защищенное, Бог заповедует, повелевает израильтянам о мягком сердце. И в том же месте Он упрекает их за ожесточение, сердец, за то, что отвернулись от Господа, Бога Израилева. И говорится, что Он ищет сердце. Вот это прообраз. Знаете, Бог не сидит себе в сторонке в пассивном ожидании. Ну, хорошо, посмотрим, завалишь ты все или сделаешь все правильно. Нет. Сказано, Он исследует, ищет, вглядывается. И это, казалось бы, должно заставлять нас нервничать, желать спрятаться, но на деле все наоборот. Господь, мне нечего прятать от Тебя. Я все равно не смогу от Тебя ничего спрятать. Так что, пожалуйста, узнай мое сердце, исследуй его. Я открыт для Тебя. Мне нравится стих из 1 Петра, 3 главы, где говорится о ценности сокровенного сердца человека в нетленной красоте в контексте брачных отношений. Сокровенный человек, тот, что внутри сердца. Я думаю, тут речь идет о настоящей красоте в женщине, не внешнем плетении волос, но о скрытом сердце человека. Таковы мы есть. Мы и есть тот самый скрытый человек, кто скрыт внутри сердца. И я бы хотел закончить этой духовной реальностью, что Бог, опять-таки, мы говорили об этом в начале, что Бог ищет человека по сердцу своему. 1 Царств 13,14 «Пусть мое сердце будет дверью, порталом для Бога». Песнь песней говорит «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и сердце мое истосковалось по нему». Тоскует ли по нему наше сердце? Я должен признать, не всегда мое сердце достаточно жаждет по нему, «Но я хочу этого». Хочу этой жажды, этого стремления. Он говорит в Откровении, Иешуа говорит «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит». О какой двери идет речь? Двери нашего сердца. Я войду и буду вечерить с ним, и он со мной. Это возможность, возлюбленная, это вершина жизни. это пик, то, для чего нас сотворил Бог. Он создал нас, чтобы жить в нас, и он создал нас, чтобы жить посредством нас, через наши сердца. Пусть Бог дарует вам возможность жить для Него и с Ним от всего сердца вашего. Шалом! Большое спасибо! Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.defis.media.tv Присоединяйтесь к нам